Здравствуйте! В эфире программа Актуальна и ее ведущая Олжас Ордобаев. Маркетинг – это искусство и наука правильно выбирать целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать количество потребителей. Такую дефиницию предлагает основатель теории маркетинга Филипп Котлер. Важность маркетинга безусловна, а эффективность инструмента всегда вызывает споры. Прояснить интересующие вопросы мы пригласили эксперта в этой области Юсупа Карада. Юсуп с нами находится на связи из алматинской студии. Юсуп, здравствуйте! Добрый день! Добрый день, Олжас! Юсуп, спасибо вам, что нашли время поучаствовать. Юсуп, думаю, что необходимость маркетинга для крупного бизнеса понятна, но касательно же малого бизнеса бытует мнение, что маркетинг ему практически не нужен. Согласны ли вы с этим заявлением? Ну, я не совсем согласен с таким заявлением, потому что любая продажа – это конечный продукт маркетинга. Поэтому, если смотреть на бизнес как на живой организм, то продажи могут быть легкими этого бизнеса, а маркетинг – это кровеносная система, то есть все вены, вся кровь бизнеса. Поэтому любой бизнес неизбежно будет пользоваться маркетингом и его инструментами. Часто ли казахстанские представители малого и среднего бизнеса пользуются инструментами маркетинга, и насколько профессионально они ими пользуются? Инструментами пользуются очень часто. Единственное, не всегда понятно, насколько профессионально и насколько хорошо они приводят к каким-то результатам. Потому что в конечном итоге собственник малого и среднего бизнеса, он сам решает, насколько у него получается или не получается использовать эффективно конкретный инструмент маркетинга. То есть не всегда профессионально используется малым и средним бизнесом инструмент маркетинга. И зачастую озвучивается такая некая проблема, что казахстанский бизнес не всегда умеет продать то, что уже имеет и производить то, что сейчас на рынке необходимо. Проблема явно в маркетинге. И на ваш взгляд, какие типичные ошибки допускают предприниматели и их маркетинговые подразделения в своем, скажем таком, маркетинговом плане? Ясно. Ну, я вообще не сторонник того, чтобы давать какие-то оценки, осуждения, насколько профессионально или непрофессионально малый и средний бизнес использует маркетинг. Объясню почему. Причина очень простая. Если собственник бизнеса доволен своими продажами, если его все устраивает, ну, значит, та система маркетинг, которая существует, она для него идеальна, в его понимании она профессиональна. Но я не встречал ни одного собственника бизнеса, а за последние три года я пообщался с более тысячи представителями из сферы малого и среднего бизнеса, который был бы доволен своими продажами. То есть каждый год мы хотим все больше продаж, мы хотим новые сегменты, мы хотим новые услуги предлагательных и так далее. И тогда вот его удовлетворение в предыдущем уровне маркетинга, оно исчезает. И он хочет все больше и больше. И там уже возникают проблемы. Касательно второй части вашего вопроса, вы можете, пожалуйста, напомнить его? Вторая часть вопроса была связана с типичными ошибками как собственников, так и маркетинговых подразделений. Я бы не сказал, что это ошибка, я бы сказал, что это какие-то недочеты. Первое – это отсутствие системности, потому что в маркетинге есть более тысячи, может быть, двух тысяч инструментов, они очень разные. Все зависит от рынка, от компании, от бизнеса, от цели, от конкурентов и так далее. И вот основные ошибки – это отсутствие системности, я бы сказал, ну, просчеты или недочеты. То есть бизнес использует два или три или пять, десять максимум известных инструментов онлайн и офлайн маркетинга. Но он не использует их системно, потому что вот второй просчет, я считаю, это отсутствие терпения. У нас, может быть, из-за того, что мы в крови, у нас вот кочевники, мы хотим себя быстро, нахрапом взять, атакой, молниеносной и так далее. Это все сказывается, потому что, если смотреть на историю, вот это то, чем занимались наши предки, мы хотим очень быстрых результатов. Но в маркетинге всегда нужно играть, ну, long run, то есть играть на стратегию. И там обязательно нужно, кроме стратегии системности, нужно иметь терпение, потому что только терпение сможет действительно дать возможность правильно оценить, насколько в каждой нише, в каждом сегменте бизнес умеет правильно использовать онлайн или офлайн инструменты маркетинга. А когда нет терпения, то, ну, получается, собственно, тратит деньги, нанимает там агентство или у него есть маркетолог, а не пробует какой-то инструмент, например, ватсап-рассылку образно, да, в каком-то сегменте или в городе. Она не приносит результатов, и он быстро от нее отказывается. Но, может быть, достаточно там поменять текст, как-то подтюнинговать или добавить какое-то, ну, заманчивое такое предложение, я ее называю замануха или бонус, и вполне возможно, что та же самая рассылка тем же самым людям, тому же самому сегменту, она может принести больше эффекта. Поэтому вот эти, наверное, я бы сказал, главные большие моменты, с которыми каждый день должны бороться собственники бизнеса, топ-менеджмент и маркетологи. То есть, резюмируя... Отсутствие системности и отсутствие терпения. Юсуп, из вашего ответа у меня рождается два вопроса. Начну с такого. Вы сказали, что там порядка двух тысяч маркетинговых инструментов есть, рынок пользуется, вернее, собственник пользуется, как правило, каким-то очень ограниченным, узким кругом. Какие вы могли бы выделить маркетинговые инструменты, которые наиболее часто используются малым-средним бизнесом и которые наиболее часто вы рекомендовали бы использовать? Ну, тяжело вот так размазать и сказать, что вот эти инструменты используются с широким пластом малого и среднего бизнеса, потому что он очень неоднородный в своей массе, под этим, как бы, ну, МСБ, да, вот этим сокращением, там, ну, миллионы, ну, сотни тысяч разных-разных предпринимателей. Но, если мы разделим их на две категории инструменты, есть оффлайн и онлайн, то есть оффлайн это то, что мы делаем в жизни, в реале, то, что клиент может прийти, пощупать, потрогать. Обычно у нас это ограничивается какими-то акциями, ивентами, это какие-то мы раздаем флайеры или флеты, или открываем свои двери бизнеса для клиентов, да, какой день открытых дверей. Это оффлайн инструменты, я уже не говорю про прямые продажи, то есть это когда вы рассылаете буклеты, коммерческие предложения, там, какие-то интересные свои, заманчивые или заманухи. Это оффлайн, это самые распространенные, но это не значит, что они самые эффективные. А онлайн, то есть онлайн технологии очень быстро развиваются, даже сейчас вы почти за тысячу километров от меня, я сижу и мы проводим телемост, буквально 5-10 лет назад это было доступно только на центральном телевидении, например. Онлайн инструменты, они заходят в нашу жизнь, они не спрашивают у нас разрешения, потому что наши потребители, потребители и конечные пользователи услуги продукции малого и среднего бизнеса, они все больше и больше уходят уже не в планшеты и ноутбуки, а в свои смартфоны. Поэтому технологии, которые позволяют через смартфон коммуницировать с рынком, они уже тоже должны быть как инструмент маркетинга и продаж. То есть это социальные сети, это уже не просто лендинг пейдж или сайт, контекстная реклама, это уже больше идет продвижение, упаковка своей экспертности через социальные сети. Я бы на 2 категории разделил и сказал бы, что малый и средний бизнес, самая популярность из них в онлайн это сейчас соцсети, ну и конечно лендинг пейдж, какие-то там интернет каталоги. Но эффективность в любом случае наверняка можно оценивать только от какой-то комплексной программы. Я вас правильно понимаю? Да, вы правы. Эффективность, ну что такое эффективность? То есть нужно ставить конкретные четкие задачи, да, вот что мы хотим от конкретного инструмента. Что такое эффективность? Кто-то хочет больше узнаваемости, кто-то хочет больше лайков, комментариев, репостов, кто-то хочет, чтобы у него было больше подписчиков на странице, кто-то хочет больше обращений через соцсети, например, на сайт или чтобы было больше звонков. То есть это конкретно KPI, то есть ключевые показатели эффективности. Вот какие KPI поставят перед инструментом, такой должен быть результат. Вот я за то, чтобы к каждому инструменту прикрепляли какой-то конечный результат ожидаемый, чтобы не было просто, как у нас принято, вот тебе деньги, сделай красиво. Я хочу, чтобы у меня были продажи. Понятно. Вы ранее в своем ответе затронули тему стоимости маркетинговых инструментов и есть такое мнение, что маркетинг это всегда очень дорого. Как правило, представители малого и среднего бизнеса склоняются к этой позиции. Всегда ли это так? И каков средний маркетинговый бюджет у казахстанского малого и среднего бизнеса? Ну, это, знаете, это стигма. Это стигма, это, я считаю, стереотипное мышление, потому что маркетинг это не расход, это инвестиции в развитие. Поэтому, когда мне задают вопрос, вот это дорого, Юсуп, это дорого, я говорю, ну это не дороже, чем ваши убытки. То есть вложения в маркетинг, они никогда не будут дороже, чем ваши убытки или ваша недополученная прибыль. Потому что, что бы ни говорил собственник малого и среднего бизнеса, маркетинг для него будет или неизбежным злом, или его любимым детищем. То есть у него только два выхода. Или он полюбит, или он будет с ним работать с тисном зубы или сквозь зубы. Потому что, вот особенно сейчас, чем больше у нас конкуренции на рынке, и чем капризнее и избирательнее становится конечный потребитель, тем неизбежнее собственник бизнеса будет больше внимания, больше ресурсов, своего времени, денег, нервов вкладывать в маркетинг. Поэтому, знаете, это уже, я думаю, вчерашний день, когда люди говорят, что маркетинг это дорого. Да, некоторые инструменты, они дорогие сами по себе. Но я сторонник малобюджетного маркетинга, в моем арсенале есть более 100 инструментов малобюджетного маркетинга, которые помогли уже более 100 клиентов. И они отлично работают в реалиях нашего бизнеса. Что касается второй части вашего вопроса, бюджет на маркетинг. Очень сложно, потому что есть категория собственника бизнеса, которые понимают, что они должны ежемесячно выделять определенные деньги на развитие маркетинга, которые неизбежно приведут к росту продаж. Да, есть вот такая категория собственников. Их много. Но также есть другая категория собственников, которые говорят, давайте мы не будем вкладывать, мы лучше будем на всем экономить и как-нибудь волшебным образом у нас увеличится продажа. Ну и действительно это есть. Я сталкиваюсь с этим каждый день. Поэтому я сторонник того, чтобы компания ежемесячно выделяла хотя бы небольшой бюджет на тестирование тех или иных инструментов маркетинга. И потом постепенно увеличивала свой бюджет и тестировала уже другие инструменты. Потому что, опять же, маркетинг в целом это марафон для компании. То есть иногда это спринт, когда нужно конкурента опередить, когда нужно кого-то победить, быстро выкинуть на рынок какой-то продукт. Но в целом, концептуально, то есть маркетинг такой же важный элемент в бизнесе, как и финансы. То есть он такой же важен, то есть его значимость никогда нельзя уменьшать. Поэтому в среднем я могу сказать, что есть компании, которые выделяют 50 тысяч тенге, и они счастливы, то есть собственники счастливы. Есть компании, которые выделяют в среднем 100 тысяч тенге, там тоже счастливы. И я знаю компании, которые выделяют от полутора миллионов тенге на свой маркетинг. И они тоже счастливы. Юсуп, а есть ли какие-то нормы или правила, которые как-то привязывают затраты на маркетинг, какой-то общей прибыли, 5-10% от прибыли? Какие-то, может быть, устоявшиеся правила? Есть правила, которые мы вычитываем из бизнес-книг или мы слушаем из семинаров и тренингов приезжих экспертов с Украины, с России, со Штатов. Я в свое время получал высшее образование в Штатах, какое-то время в Европе работал, но большие крупные компании или средний плюс компании, они выделяют до 15% от своего годового оборота на маркетинг. До 15%. В наших реалиях это получается большая сумма, причем она не всегда может быть прозрачной, но я рекомендую хотя бы выделять 5% на маркетинг. И причем маркетинг – это не всегда реклама, это не только реклама, это намного все глубже и сложнее. То есть, если чуть позже вы меня спросите, я могу детально об этом рассказать. Да, было бы интересно понять, из чего еще состоит маркетинг, потому что, как правило, ну очень отождествляет понятие маркетинга и рекламы, но понятно, что туда входит и исследование. Может быть, буквально кратко, да, из каких основных частей и на каких стадиях бизнес-процесса включается тот или иной инструмент? Замечательно. Вот давайте зададим вопрос. Вот когда малый и средний бизнес говорит, я хочу нанять маркетолога, помоги мне нанять маркетолог, где его искать. Что он хочет на самом деле? На самом деле он хочет видеть следующие роли в одном лице. Вот я вам сейчас разделю. Обычно этот пример помогает людям понять, кого они хотят нанять. Первое – маркетолог, он стратег. То есть, это английский эквивалент – это бизнес-development менеджер. То есть, человек, который развивает бизнес, он смотрит на рынок, на компанию и говорит, вот примерно в этом направлении мы должны развиваться. Он стратег, он виженери. Это особый склад ума. Второе – это маркетолог-аналитик. Маркетолог, который работает с цифрами, которые есть на рынке, он берет цифры по потребительскому поведению, по спросу, по продажам, по каким-то другим элементам, онлайн и оффлайн каких-то данных. То есть, big data. Человек сидит и на основе полученных цифр выводит какие-то тенденции и правила. И затем передает это стратегу или топ-менеджменту. Это другой склад ума. Третий – это сейчас появился маркетолог и СММщик. То есть, соцсети сейчас в Казахстане, ну, несколько миллионов людей прямо сейчас пользуются соцсетями. Это отдельный рынок со своими правилами, инструментами. Нужно на это тратить много времени, нужно этому учиться. Это отдельная категория – СММщик. То есть, social media marketing. Специалист по продвижению в соцсетях. Затем идет маркетолог, специалист по интернет-маркетингу. Что это такое? Это ваш сайт. Как его нужно раскрутить? Контекстная реклама, SEO-оптимизация, какие-то баннерные рекламы и так далее. Это другая категория уже маркетолога. Вот уже четыре, да? А пятое у нас идет маркетолог-пиарщик. То есть, это специалист, который занимается со связью… Со общественностью, да. Со общественностью. Это человек, который, да, абсолютно занимается пиар-компаниями. Это нужно особый тоже склад ума, особые таланты для этого, особенно в крупных компаниях, но и в средних компаниях тоже самое. Да, это человек, у которых много связей с мидиа, например, да? Юсуп… Релизы и так далее, и так далее. Это отдельно. Юсуп, вы вот назвали основных… Да, и затем… Да-да, продолжайте. Да, секунду, да. Да, вот пятое. Затем у нас идет маркетолог-системник. Да, системник. То есть, это человек, который, как координатор, он заходит в компанию и ставит процессы маркетинга в каждый отдел, будь то финансовый отдел, юридический, хозяйственный. То есть, каждый отдел, где есть соприкасание с рынком, включая отдел продаж. Это системник. Так вот, это все разные люди. Вот я в себе совмещаю только два таланта, то есть, стратег и системник. Для остальных вещей у меня есть сотрудники, да, или партнеры. Так вот, представьте, МСБ, и человек ищет себе маркетолога, и он нанимает маркетолога, который, в принципе, не может в себе совместить все эти таланты, а собственник от него требует, чтобы он совершил чудо, ну, сделал что-нибудь с маркетингом. И вот там у нас идет диссонанс между тем, что есть как готовый продукт в виде маркетолога, который нам дают вузы, да, и тем, что требуется рынку в виде малого-среднего бизнеса. И пока вот у нас этот диссонанс будет существовать, у нас всегда будет недопонимание роли маркетинга и насколько это важно. Потому что, например, в развитых западных компаниях и уже в российских компаниях есть целая отдельная должность, chief marketing officer, то есть, есть SEO, chief executive officer, да, это вот главный, получается, управленец. Затем идет CFO, chief financial officer, то есть, главный по финансам. Затем идет chief information officer, то есть, специалист по IT, и есть chief marketing officer. Отличный инсульп, это очень интересно и понятно, что очень сложно требовать от одного человека большой набор требований. Это невозможно, да, я с вами согласен. И, ну, скажем так, буквально в двух словах, хронометраж очень сжатый, мы заканчиваем передачу. Что бы вы могли посоветовать малому-среднему бизнесу буквально в двух предложениях? Посоветовать в области… Маркетинга. Маркетинга? Маркетинга, да. Да, в области маркетинга, если вы нанимаете маркетолога, то обязательно дайте ему возможность попродавать. То есть, человек будет отвечать у вас в любом случае за продажи. Если он умеет как-то продвигать, продавать ваш продукт, скорее всего, он ваш. Но вам нужно терпение, вам нужны ресурсы для того, чтобы его обучить. И для этого есть разные инструменты. Я вот хочу подарить вам свою книгу, ужас, это вам. Я ее оставлю. Это первая книга по маркетингу, малобюджетный маркетинг. Спасибо большое, Юсуп. Очень сложно… Да, и не подпадывайте в его знания. Спасибо большое, Юсуп. Очень сложно уместить такую объемную тему в 20 минут нашей передачи. Я думаю, мы к ней обязательно вернемся в наших дальнейших передачах. Спасибо большое за уделенное время. Удачи вам в профессиональных… Спасибо, удачи вам. Спасибо, до свидания. А это была программа «Ордобаев Актуально». До скорых встреч на Atomicam Business Channel. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...